Шалом, дорогие друзья! Написано в нашей неделе Гравиты Цаве. И ты повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе чистого, битого, легкого масла для освещения, чтобы возжигать лампаду постоянно. Комментирует Рашик. Чистое, без примесей, как сказано в Мари Минахот, сбивают с макушки дерева маслины, хорошо вызревшие на солнце. Вывитое в ступе, после получения первой капли маслины, смалывают жерновами, помещают под пресс. То есть второе масло непригодно для миноры, но пригодно для мучных жертвоприношений, как сказано, вывитое, для светильника, но не для жертвоприношений. Таков комментарий Рашик. Рак Ханух Эрин Троя объясняет это следующим образом. Тора Верит использует для зажигания храмового светильника миноры масло именно первое, вывитое в ступе. Хотя внешне, по чистоте, цвету и вкусу, это масло, возможно, не отличается от того, которое получено обычным путем под прессом. Если, однако, мы задумаемся, на что указывает храмовая минора, то сможем понять, почему это так. Свет миноры, как известно, символизирует свет Торы, свет божественной мудрости, изгоняющий тьму невежества. Сам светильник, служащий сосудом для масла, дающего свет, указывает в человеке на его разум, предназначенный для мудрости и знания. Масло, наполняющее светильник, должно быть чистым, без мути и примесей, и выбитым руками. Подобно маслу Тора, воспринимая человеком, также должна быть чистой от примесей всяких посторонних мыслей и заблуждений. Насколько требовательно относится Тора к качеству масла, чтобы свет миноры был ярким и чистым, также следует человеку быть требовательным в отношении духовной пищи своего разума, чтобы свет Торы освещал его путь. Другое свойство масла, выбитое, указывает нам на пути приобретения Торы. Цари оставляют наследникам свою корону, а богачи оставляют сыновьям свое богатство. Тора не достается в качестве наследства. Каждый должен трудиться, чтобы овладеть ею. Намек на это содержит и повеление сделать ковчег завета. И пусть сделают. Во множественном числе, в отличие от всех других принадлежностей храма, о которых сказано в единственном числе. И сделай. Однако про ковчег, вмещающий Тору, сказано, что его пусть сделает каждый. Тора учит нас, что всем необходимо прилагать усилия к постижению мудрости. Каждому следует создать сосуд для Торы и наполнить его чистым маслом. Лишь затем искра благословения Всевышнего озарит его разум, подобно тому, как свечи миноры, уже наполненные маслом, зажигали от огня, горевшего на жертвенника, огня, зажженного с небес. Подобно тому, как масло для миноры должно быть выбитым в ступе, то есть добытым тяжелым трудом, Тора также приобретается лишь благодаря тяжелому труду и самопожертвованию. Талмуд в трактате Мигела говорит, сказал Раби Ицхак, «Если скажет тебе кто-то, что он трудился, но не обрел, не верит. Не трудился и обрел, не верит. И это лишь в отношении Торы. В торговле же можно преуспеть с помощью небес». То, что сказал Раби Ицхак, сказано о духовном достоянии человека, о знании Торы и постижении чистоты нашей веры. В том же, что касается материального достатка, человек иногда может преуспеть и без труда, с помощью небес. Если об этом кто-то скажет тебе, я не трудился и обрел имущество, поверь. В отличие от стремлений материальных, стремление духовное никогда не приводит к разочарованиям. Тому, кто стремится к Торе, следует тяжело бороться за каждую пять пути и тщательно хранить все достигнутое. Но Творец обещает нам, что осилия не пропадут зря. Трудился и достиг веры.